всем привет вы на канале цветочное счастье дорогие друзья сегодня решила снять небольшое видео и рассказать вам о том как я веду борьбу с таким вредителем как тля трипс и белокрылка но в основном это трипс уже больше недели я обрабатываю свои растения он просто атакует все мои цветы которые я выращиваю в кашпо в своем цветочно горшечном уголке и сегодня у меня резко поменялась тема видео потому что я хотела вам показать как у меня цветут калибрахуа но обратила внимание что и здесь трипс уже поработал вот посмотрите что он делает с листиками два дня назад у меня шла обработка колиусов и помеи батат и многих других растений ну и сейчас несмотря на то что уже на улице жарко солнце я сняла с подвесов вот все свои калибрахуа там есть на улице еще сейчас вам покажу и буду обрабатывать вот в тенечке потому что не хочу ждать трипс он настолько быстро работает и но может нанести огромный вред нашим растениям подробно видео расскажу какие обработки я провожу колиусом и помеи батат петунии и всем остальным своим растениям в данный момент калибрахуа обрабатываем вот таким препаратом аллатар он уничтожает до 28 видов вредителей но для трипса белокрылка и многие другие единственное что я когда развожу этот препарат повышаю концентрацию нам рекомендуют ампулу 5 литров на 5 литров воды я делаю на 2 у меня как раз опрыскиватель на 2 литра и я вот выливаю ампулу добавляю воды и как можно меньше чтобы растение испытала стресса потому что но для растений вредители это тоже стресс я добавляю вот такой стимулятор роста это hb101 две капли также на 2 литра воды тщательно делаю опрыскивание поднимаю растение в общем и снизу и сверху в общем стараюсь прям полностью полностью смочить листочки но еще раз конечно повторюсь что желательно это делать вечернее время но у меня под навесом тень солнце не попадает в общем важно чтобы не было прямых солнечных лучей так и конечно еще будет обработка под корень но так как у меня калибраху пролиты поэтому поливать буду точно таким же препаратом но уже когда у меня здесь полностью грунт обсохнет ну растение надо спасать помогать и хочется конечно любоваться как можно дольше красотой вот такого цветения калибраху у меня еще вот вместе с питуньей в посадке в миксах также сейчас сниму эти два контейнера занесу под навес и сделаю опрыскивание по листу и если тут сухой грунт да то еще пролью также калибраху у меня еще вот в кашпо вот одна корзинка и вторая тоже сейчас буду делать обработку так далее колеусы в основном пятна такого характера заметила на сорте пеле вот их очень хорошо видно и была обработка всех колеусов по листу до полного смачивания листьев несмотря на то что есть вот где абсолютный чистый лист но это может быть такое временное явление то есть сегодня растение чистый хороший а завтра мы можем увидеть уже вот такие неприятности все колеуса которые вот у меня в кашпо которые на подставке вот в зоне навеса абсолютно всем сделала обработку как по листу так и под корень ну очень надеюсь что не повредит он вот такую красоту этих прекрасных растений еще почему говорю для профилактики не помешает потому что очень много в саду у нас после ливня белокрылки вот просто невозможно она везде сидит на розах на малине но даже перечислять не буду абсолютно везде поэтому вот буду обрабатывать так алисум снова принцесс снимала видео показывала вам а как я обрабатываю но питунью понятно да что мы для профилактики постоянно делаем такие обработки вот сейчас кстати заметила что появилась еще вот для поэтому сегодня всю питунью буду обрабатывать вечером даже те которые вот у меня уже подстрижены питуньи буду обрабатывать от вредителей и с препаратом тапаз от болезней пришлось снимать мне вот ипомеи тоже кое-где стали появляться вот такие пятнышки и тщательно тщательно я все обрабатывала но выпами мне надо было досыпать грунта ну и конечно тоже вот был полив под корень тем же самым препаратом ипомея батат вот здесь себя чувствует отлично вот кстати не знаю но вообще вот обратите внимание какие чистенькие листочки плектрантус очень меня радует тем что его не любят вредители возможно из-за того что он вот ароматный вот ипомея батат радует вот такой красотой а ипомея батат вот у меня в миксах тоже насторожила обратите внимание вот какие пятна поэтому здесь было прям уже по факту ну такая обработка соответственно и колесов но вербенник также он подвергается я сделала обрезку не знаю она растет не нарастет он и так из-за жары у нас не особо растет ну и плюс еще вот а всякие такие неприятности вот 2 ипомеи внизу вот у меня вот с такими пятнами ну не знаю если будет плохо себя чувствовать не поможет или обрежу посмотрю как будут новые приросты видите как хорошо поработал хотя я очень тщательно просматриваю свои растения вот может быть я два дня на них не обратила внимание и можно наблюдать уже вот такой результат ну естественно пеларгонии я сейчас и местами поменяла поближе к солнышку особенно плющелистный мне некоторым плющелистным пришлось прям обрезать ну кардинально кустики потому что очень сильно пострадали ну и пусть уже обрастают заново если я раньше обработку своим растением делала только в целях профилактики раз в две недели то сейчас конечно буду делать это гораздо чаще я думаю что раз в семь дней то есть как только пройдет сейчас семь дней после обработки вот данных растений я буду все повторять и конечно буду смотреть а вот где все таки получше помог препарат поэтому может быть и даже неплохо что у меня абсолютно разные везде препараты вот посмотрим как справиться вертимек актара или а вот аллатар ну в общем а потом будущих видео конечно поделюсь с вами все информации колеса и помею батат обрабатывала таким препаратом как вертимек но тоже при разведении учитывала тот момент чтобы повысить концентрацию сейчас пересмотрела все запасы вот у меня осталось актора и зубр ну в общем зубр развела что-то пролью еще вот под навесом ну а второй буду обрабатывать уже в вечернее время вот все оставшиеся растения которые вот до этого вам назвала так что дорогие друзья почаще обращайте внимание на свои растения потому что очень быстро они могут потерять свою декоративность вот из-за таких вредителей и конечно это скажется на росте и на цветение а иногда растения могут просто погибнуть в общем вот такое видео получилось если интересно вам оставайтесь со мной на канале подписывайтесь а я на этом прощаюсь до новых встреч до новых видео всем пока пока